Привет всем! Сегодня мы будем делать красное вино. У нас есть вот такой вот прекрасный синий виноград. Работать будем на дробилке с гребневотделителем. Почему ночью, спросите вы? Да потому что ночью нет ни мушкары, ни мошек, ни мух, и вероятность того, что наше вино заболеет сводится к минимуму. Музыка. 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 Убираем все листики Сухие, зеленые Чтобы ничего не попало в наше сусло И начинаем Передавленные сусла Мы засыпаем вот в такую бочку Для того, чтобы она дальше бродила Вот наше сусло Через день-два Оно забродит И дней через 5-7 Мы его отпрессуем Перелем бутыль И оно будет бродить у нас дальше Нам осталось измерить сахаристость сусла Чтобы сделать соответствующие записи Так называемый паспорт вина Зная Что с одного грамма сахара У нас получается Примерно 0,6% спирта Можно предварительно рассчитать Какой крепости у нас получится Наше сухое вино Исходя из того количества сахара Который есть в нашей ягоде Используя мерный стакан И лабораторный ариометр Который у нас имеет деление От 1060 До 1120 Единиц Мы можем Взяв небольшую часть сока Измерить Количество сахара В нашей ягоде Или в нашем сусле У нас в районе 87-88 единиц Что соответствует 88 единиц Это 24% сахара На выходе мы получаем 12% спирта Для сухого вино Это будет отличный результат Сбраживать мы будем На диких дрожжах Так называемых дикарях Будем ждать результат Нам нужно перемешать Шапку винограда В нашем сусле Такую процедуру Нужно делать Дважды в день Утром И вечером Сегодня ровно 6 дней Как наше видо Бродит Я думаю Что уже пора Его отпрессовывать И ставить дальше На тихое брожение Прессовать мы будем Вот на таком Дубовом прессе Вот наше Молодое вино Тут вторая бочка Мне пришлось Мне пришлось Его разделить Так как При Раздавливании Ягод Необходимо Наполнять емкость Не более чем На 3 четвертых Ее полного объема Я чуть-чуть Больше набрал И в результате Шапка начала Вылезать Пришлось разделить На две емкости На две емкости Итак Мы отпрессовали Наше вино Нашу мезгу Можно снимать корзину У нас остается Вот такой вот жмых Который мы Поместим Вот такую емкость И из него Будем делать чочу Так наше вино Отпрессовано И поставлено Под гидрозатвор На тихое брожение И так Прошло 23 дня Брожение Нашего Виноградного вина Прекратилось Это мы Определяем По Качнувшемуся Назад Пузырьку Вот у нас Пузырек Значит у нас Брожение Завершилось Что это значит Это значит Вот в этом бутыле Тоже В этом тоже Так что Нам нужно Снять вино С осадка И так Я уже Поднял Бутыли На стол Чтобы было Удобнее Снимать С осадка Снимаем Гидрозатвор Переливать Я буду С помощью Вот такого Приспособления Это кусок Силиконового Шланга И кусок Пластикового Шланга С пробкой Пробка Нужна Чтобы Ныне Захватили Наш Осадок Отмеряем Примерно Где находится Наш осадок Опускаем Шланг И начинаем Переливать И так Набрав Наше Молодое В мерный Стакан Я опустил Туда уже Другой Ареометр С диапазоном Измерений От 1000 До 1060 И Он Показал Нам Даже Чуть меньше Чем 1000 Где-то 995 Единиц Значит Используя Вот Такую Таблицу Мы Можем Определить Сколько Алкоголя У нас Набродило Нам Нужны Две Цифры Первая Это Начальная Сахаристость Нашего Сусла Мы знаем Что у нас Она была В районе 20,4 Процента Сахара Или По показаниям Ареометра 1088 Единиц Сейчас У нас 995 Единиц Значит У нас Разница Получается 88,5 93 Единицы 93 Единицы Вот Если смотреть В таблицу 93 Единицы Разницы Нам Дают В результате 12,2 Процента Спирта Для Сухого Вина Это Отличный Показатель Сахаристость И Спиртуозность Мы Уже Определили В нашем Молодом Вине Есть Еще Такой Прибор Который Называется PH Метр Я Использую Такой Простенький Прибор Для Чего Он Нам Нужен Нам Необходимо Измерить Уровень PH В Молодом Вине Конечно Если Вы Делаете Вина Литров 20 С Этим Не Стоит Заморачиваться Но Если У Вас Объемы Чуть Чуть Побольше Для Того Чтобы Контролировать Наше Вино И Чтобы Оно Получилось Стабильным Я Использую Вот Такой Прибор Для Измерения Уровня PH Я Только Что Приготовил Буферный Раствор Для Калибровки Берем 250 Миллилитров Дистиллированной Воды В Такой Пакетик Есть У Порошок Для Приготовления Буферного Раствора Для Калибровки PH Метра Мы Наливаем Уже Подготовленный Раствор Нашу Емкость И Ставим PH Метр Все В Буферном Растворе PH Метр Показывает 4 Единицы PH Значит Он Откалиброван Теперь Выливаем Назад Наш Буферный Раствор Емкость Закрываем И Наливаем Наше Молодое Вино Так И что Мы Имеем А Имеем PH 3 6 Ну Скажу Я вам Для Красного Вина Это Фактически Максимальный Показатель Значит В принципе Можно Использовать Винную Кислоту Чтобы Чуть Чуть Понизить Уровень PH Ну А Можно Оставить Так Как Есть Нормой Для Белого Вина Есть 3 2 3 3 3 Для Красного 3 4 3 6 То В принципе Я думаю Что В данном Вине Ничего Я делать Не буду Если PH Будет Больше 3 7 Вплоть До 4 Я Рекомендую Туда Использовать Винную Кислоту Для Понижения Уровна PH И Повышения Кислотности Чтобы Наше Молодое Вино Было Стабильным Итак Мы Измерили Все Показатели Нашего Молодого Вина Дальше Я Сниму С осадка Все остальные Бутыли И Опять Поставлю Наше Вино Под Гидрозатвор Сколько Раз Снимать С осадка Я Снимаю Около Трех Раз После Укончения Обружения И Потом Где-то Через Месяц Полтора Это Будет Конец Ноября Начало Декабря Вторая Переливка Будет У меня Где-то В конце Января Начало Февраля И Третья Это Конец Марта Начало Апреля Потом Оставляю Молодое Вино На Выдержку Заливаю В дубовую Бочку В зависимости От объема На разный Срок После Выдержки Разливаю Вино По Бутылкам Срок Выдержки Ну Здесь Наверное Точных Рекомендаций Вам не Даст Никто Для Красного Вина Я рекомендую Хотя бы Выдерживать Хотя бы Год Лучше Два Белые Можно пить Уже Наверное Месяцев Через Шесть Так что Постоянно Надо Пробовать Как изменяется Вкус И аромат И Лично Принимать Решение Ну Приборы Как говорится Приборами Но что мы Не попробуем Нашего Молодого Вина Ваше Здоровье Но Еще Конечно Чуть Чуть Резкость Но Уже Чувствуется Градус Кислоты Конечно Можно бы Чуть Чуть И Добавить Но Ничего Поживем Увидим Итак Наше Вино Снято С осадка Часть Вина Я залил В стеклянные Бутыли На Дображивание Часть Залита Вот В такую Бочку Из Пищевой Нержавейки И Еще Часть Залита Вот В такую Дубовую Бочку Продолжение следует